Уголовная исполнительная инспекция сегодня – это учреждение, в чьи обязанности входят контроль над осужденными без реального лишения свободы. Специалисты следят за теми людьми, которых приговорили к условному сроку, а также за теми, кому назначили обязательные и исправительные работы. Инспектор Екатерина Комарова в профессии больше семи лет. Сейчас, будучи капитаном внутренней службы, женщина признается – работа непростая. Я пришла как стажер с 21 мая 2015 года. Я уже назначена на должность инспектора отдела исполнения наказаний. Вообще, как по себе могу сказать, что работа мне очень нравится. Я всю жизнь мечтала с погонами ходить. Мечта сбылась. Я еще ни разу не пожалела о том, что я пришла на эту службу. Ежедневно перед сотрудниками отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, стоит сразу несколько задач. Так, несколько раз в месяц сотрудники проводят встречи в отделении с осужденными, проводят профилактические работы со своими подопечными. Имею я две обязанности. Первая – не менять место жительства. А вторая – являться в участок два раза в месяц. Никаких правонарушений с момента наступления в силу моего условного срока я не совершал. В принципе, встал на путь исправления. И стараюсь дальше придерживаться этого пути и не сходить с него. Контроль над домашними арестантами и теми, кто приговорен судом к обязательным исправительным работам, ведется постоянно. В данном случае инспекторы на месте не сидят. В день приходится посещать несколько десятков подсудимых. Всего в инспекции по железнодорожному району трудится шесть человек. Помимо инспекторов в команде работают психологи. Сначала мы как инспектора с ним проводим профилактическую работу, после чего мы их уже направляем к нашим психологам. Они еще дополнительную профилактическую работу с ними проводят. Сегодня уголовно-исполнительная инспекция – это не просто контролирующий орган, но и своего рода место социальной реабилитации осужденных, призванное помочь оступившемуся человеку. О результатах своей работы сотрудники говорят с гордостью. Уровень повторной преступности с каждым годом снижается, но не без исключений. Получаешь удовлетворение от того, что когда ты видишь, что действительно человек исправляется, действительно встал на путь исправления и не хочет вернуться в прежнюю жизнь. И от этого получаешь еще больше удовольствия, еще больше желания работать, работать. Всего на территории Ульяновской области действует 27 отделов исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. На участие филиалах учреждения состоит более 3,5 тысяч осужденных без изоляции от общества, из которых 18 несовершеннолетних. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.